Юрий, вы примели участие в самом первом фестивале, поэтому, можно сказать, стояли у истоков. Вот можно теперь уже подвести итоги, все-таки пятый фестиваль, да? Вот все менялось на глазах практически за пять лет. Ну, вы знаете, все равно каждый фестиваль, он был замечательный. Это не просто фестиваль джазовой музыки, это фестиваль просто музыки. Замечательные коллективы играли не только джаз, но и всякие ответвления от истоков джаза. Молодежь участвует очень здорово. Вот можно сравнить первый фестиваль и вот сегодняшний фестиваль. Вот все-таки задача была выполнена. Город получил праздник музыки? Вы знаете, вот в этом году первый раз за всю историю джаз-май была погода дождливая. Немайская. Да, и нас спугнуло вот наш коллектив, и коллектив из Луганска, половину программы сыграли, ветер. Вот единственное, что погода нас не порадовала в этом году. А так все нормально? Да, так все нормально, да. Вот что касается репертуара, как менялся он в течение тех годов в вашем коллективе? Ну, мы стараемся не повторяться. Вот единственное, что. Но репертуар на все фестивали был, ну, старались выбирать достойный репертуар, достаточно сложный, чтобы показать в полной мере возможности коллектива. Конечно, вы смотрели выступления наших друзей из других городов, из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Луганска, Нижнего Новгорода. Джаз в России живет? Конечно, живет. Особенно мне понравился, конечно, коллектив Петра Востокова. Просто фантастика. Вот именно такое ретро, да? Ну, ребята очень здорово владеют инструментом, ну, каждый из них, ну, просто вот как птиц, как соловей, я не знаю, очень здорово владеют инструментами. Ну, конечно, ведь и самое главное показать свое творчество, ну, наверное, можно и поучиться, да? Конечно, конечно, обязательно. После фестивалей, вы знаете, мы получаем как бы такой энергообмен, что ли, если так можно сказать. То есть мы стараемся подражать всему тому хорошему, что есть на фестивале. Вот вы как раз буквально вот недавно получили новое название, да? Да. Вот. Оправдываете его? Оправдываем, да. Мы стараемся успевать и на улице играть, и в помещении. Чем удивитесь сегодня вот на данном выступлении в киноконцертном зале? Что прозвучит конкретно? Вы знаете, нам сказали поделиться программой вместе с коллективом из Луганска, так как они половину своей программы успели сыграть на улице. И поэтому мы выставили пять вокалистов. Две вокалистки наши штатные и три девочки приглашенные. Одна из них полуфиналистка телевизионного шоу «Голос. Дети 2». Это не Катя Безина? Катя Безина, да. Понятно. Будете вместе работать? Да, да, да. Вот пять девочек будут петь. Вот я думаю, это просто будет разнообразная программа. Разные стилевые направленности. Удачи. Спасибо. 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 Надежда Антоновна. И экспресс-бэнд Юрий Милановов-Прубарвард. Спасибо.